Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елена Степкина. Я приветствую всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Как организована запись на прием к врачам медико-санитарной части номер 59? Каков порядок прохождения диспансеризации? Куда родителям необходимо обращаться с заявлениями на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь? Ответы на эти вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. Бесплатные медицинские обследования раз в три года могут пройти все совершеннолетние граждане. В 2017 году на профилактическом осмотре у врачей взрослой поликлиники побывали почти 9 тысяч зареченцев. По его итогам было зарегистрировано свыше 2000 впервые выявленных заболеваний. Не свыше 12 тысяч факторов риска развития хронических неспецифических заболеваний, таких как нерациональное питание, повышение массы тела и низкая физическая активность. В этом году врачи взрослой поликлиники вновь приглашают зареченцев на диспансеризацию. Теперь порядок прохождения обследования упрощен, что включают первый и второй этапы диспансеризации. С 2018 года, с 1 января, вступил новый приказ по проведению диспансеризации. Приказ потерпел ряд изменений. Но что осталось прежнее? Осталось прежнее, что диспансеризацию проход, начиная с 18-летнего возраста, один раз в три года. Изменился объем обследования. Во-первых, что убрали с первого этапа диспансеризации? Убрали общий анализ крови, общий анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости предстательной железы гениталии у женщин. Изменился возраст проведения осмотра акушерки. Если раньше осмотр акушерки проходила женщина, начиная с 21-летнего возраста, то теперь осмотр акушерки с 30 лет начинается. Кроме того, если раньше осмотр акушерки проходили женщины до 69 лет, то с этого года только до 60 лет. Тонометрия проводится не как раньше, с 40 лет, а начиная с 60 лет. То есть тоже возрастной период изменился. Какие обследования добавлены? Значит, добавлена кровь на ПСА у мужчин в 45 лет и в 51 год. Холестерин, если раньше проходили жители, то без ограничения возраста, то в настоящее время холестерин до 84 лет. То есть если пришел пациент старше 84 лет, холестерин смотреть у него не будут. На втором этапе диспансеризации исключили липидный спектр, также исключили гликированный гемоглобин и исключили ФГДС. Пациент может пройти данное обследование, но уже не в рамках диспансеризации, а после завершения диспансеризации у своего лечащего врача. То есть он не должен закончить на этом диспансеризацию, то есть узнал, что у него повышенный сахар, и на этом остановиться. Он должен будет все равно дообследоваться, но после завершения диспансеризации. Порядок диспансеризации остался такой же, то есть мы принимаем как в рабочие дни, так и каждую субботу. Единственное, что в предпраздничные дни лучше пациентам узнать, работаем ли в эту субботу или не работаем в эту субботу. Потому что, когда идут праздники, 23 февраля, 8 марта, там, конечно, будут изменения по работе именно в субботу. Почему в пятницу образуется большая очередь желающих записаться на прием к врачам взрослой поликлиники? С таким вопросом к нам обратилась одна из наших телезрительниц. Женщина рассказала, что она несколько раз приходила в медучреждение в пятницу для того, чтобы взять талон к нужному специалисту. По словам Зареченки, всегда образовывалась большая очередь желающих зарегистрироваться на прием к врачу. Как организована запись? Обязательно ли для того, чтобы взять талон, приходить в пятницу в поликлинику? С декабря в Пензодокторе изменилась программа, по которой мог пациент записаться на прием к врачу. То есть это не только в Зареченке, это во всей Пензодокторе. Если раньше пациенты записывались через программу Пензодоктора, и было для них это привычно, то с декабря Пензодоктор в портал не работает, а сейчас имеется региональный портал медицинских услуг. То есть через портал, этот региональный портал медицинских услуг, пациенты также могут записаться на прием к врачу. Единственное, что они должны зарегистрироваться на этом портале, у них будет своя учетная запись, через которую они могут заходить и записывать не только себя, но могут записывать также своих родственников. То есть они будут там завиксированы в их портале. То есть пациенты звонят и говорят, мы зашли на Пензодоктор и не можем записаться, мы ничего не можем сделать. То есть приходится разъяснять, что такой портал не существует и нужно записаться немножко по-другому. В поликлинике записаться на прием к врачу можно в любой день через окно регистратуры, через любое, через первое, через второе. И также в стол справок можно обратиться только после 17 вечера. Но что происходит в пятницу? В пятницу у нас обновляется запись. Поэтому если у каких-то врачей уже записи не было на прием, то в пятницу, конечно, все спешат, чтобы успеть записаться к тому врачу, которому они хотят попасть. Например, у нас дефицит, скажем так, талонов к онкологу, гастроэнтерологу. То есть в связи с этим в пятницу народу очень много все ждут, когда произойдет обновление записи. Через интернет, да, также в пятницу талоны, где-то после 8 утра, они тоже выкладываются. То есть это будет одинаково, что через придет человек в регистратуру, что он запишется дома через портал. То есть при обновлении они одновременно появляются как на портале через интернет, так и в регистратуре. Каков порядок подачи заявлений в детские оздоровительные лагеря? Многие родители уже сейчас задумываются об организации летнего отдыха своих детей. Один из лучших вариантов весело используя провести время – это отправиться в лагерь. Для детей, зарегистрированных в Заречном, есть большой выбор смен. Заявление на получение путевки в ДОЛ родители стараются оформить задолго до начала школьных каникул, чтобы быть уверенными в том, что их ребенок точно будет под присмотром, и его досуг будет наполнен разнообразными интересными мероприятиями, куда необходимо обращаться мамам и папам, желающим получить путевку в лагерь для своего ребенка. В период 2018 года будут работать детские оздоровительные лагеря, как и в прошлом году. ДОЛ «Звездочка», ДОЛ «Приморский», лагеря при школах с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха, и планируется палаточный лагерь 226-й школы. Процедура подачи заявлений осталась прежней, как и в прошлом году. Родители подают заявление в ту образовательную организацию, на базе которой будет организован лагерь. Заявление можно подать в первый день приема по электронной почте, и в течение трех рабочих дней принести пакет документов уже непосредственно в то учреждение, где будет организован лагерь. В Приморский у нас уже начался прием заявлений, с 5 февраля идет, и до 1 марта будет идти прием заявлений в первую смену. В этом году мы начали прием заявлений раньше, так как билеты выкупаются с этого года за 90 дней. И поэтому идет сейчас уже формирование первой смены. Во вторую и в третью смену также можно подавать заявление. Там срок чуть подольше, до 1 апреля. В звездочку заявление начинает приниматься во дворце творчества детей и младежи с 20 марта. В этом году мы по просьбе горожан разделили прием заявлений на несколько дней. То есть не все 4 смены сразу в первый день подают, а 20 марта в первую смену, и затем через каждые 2-3 дня. Таким образом будет поменьше людей в очереди стоять, и побыстрее будет идти процесс оформления. В школьные лагеря заявления начинают у нас принимать 1 марта, в школах, на базе которых будет организован лагерь. В августе у нас будет лагерь на базе дворца творчества детей и молодежи. Заявление, соответственно, также в дворце творчества детей и молодежи. Вся информация размещена на сайте Департамента образования в разделе «Организации долг». Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. В следующей передаче мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков с 9 до 18 часов ежедневно, кроме выходных. Вы также можете оставить свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» trkz.ru или отправить на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните, будем вместе искать верное решение. Всего вам доброго, до новых встреч на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова